Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Гермишов. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Красноярского края Михаил Козлов. Михаил Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! В середине сентября первая сессия Законодательного собрания Красноярского края, если я не ошибаюсь. Скоро начнется работа в комитетах. Вы входите в комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. И, на ваш взгляд, какие вопросы первыми встанут перед вашим комитетом в новом политическом сезоне? Вопросов много. Наш комитет много отраслевой. Шесть министров, шесть министерств с нами взаимодействуют. Это и вопросы приватизации, это и вопросы поддержки или не поддержки малого и среднего предпринимательства. Вопросы промышленности. Вся промышленность – это, конечно, наш комитет. Ну и острые для жителей нашего края – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Так что вопросов много. Вы знаете, но ведь у нас есть такой гигантский проект «Нижняя Приангария». Вот с него как раз, наверное, начнется ваш сезон. Да, я хотел бы, чтобы вот наш сезон и одно из первых, и одно из основных направлений, конечно, были посвящены вот этому проекту. Значит, мы планировали летом. Мы, это комиссия по взаимодействию органов государственной власти с финансово-промышленными группами, да, съездить в «Богучаны», посмотреть, как там идут дела. Как заканчивается первый этап этого проекта, гигантского проекта, пока не получилось, перенесли на осень. И я жду не дождусь, когда мы все-таки спланируем и поедем, посмотрим, поработаем в этом направлении. Это гигантская стройка, и по анализу профессионалов, аналитиков, политиков, экономистов, одна из величайших стройок России на сей момент. Что может сравниваться? Сочи? Сочи. Нужный проект, нужный стране в целом, нужный Красноярскому краю и нужный жителям Богучанского района. Вы сказали, что вы входите в комиссию по взаимодействию с крупными финансовыми группами, то есть с крупными предприятиями. На территории всего Красноярского края, не только там, допустим, в Нижнем Приангаре. Ну вот сейчас очень много говорят о государственном частном партнерстве. Насколько это у нас в Красноярском крае развито? Потому что, посмотря на ту же Богучанку, да, то есть создание инфраструктуры, социальной инфраструктуры, ну есть ощущение, что это действует, что это работает. Ну первое, я лично, я за. И вы знаете, где бы я ни выступал, где бы там ни были круглые, там квадратные всевозможные столы, я выступаю за частное государственное партнерство. Пример, Нижняя Приангаре. Да, тяжело идет проект, кризисы, прочие какие-то там форс-мажорные обстоятельства, но схема-то работает. Схема-то работает. И сейчас начнется, он уже тут начат, уже первая пошла волна, ведь освоение, да, второго этапа освоения Нижнего Приангаре. И это надо двигать, поддерживать, все это будет в пользу людям. Частное государственное партнерство при контроле, при государственном контроле за там всей программой, да, за качеством выполнения там тех или иных работ и за контролем бюджетных средств дает только плюс. Дает плюс стране в целом и жителям, жителям, которые находятся на той или иной территории. Еще один вопрос, это жилищно-коммунальное хозяйство. На последней сессии законодательного собрания был принят закон о капитальном ремонте жилья. На ваш взгляд, этот закон нужен дорабатывать? Сразу скажу, многострадальный закон принят в кратчайшие сроки, но закон очень важный. Очень важный и для власти, и для нашего остродефицитного бюджета, ну вы знаете еще, и для жителей Красноярского края этот закон позитивный, конечно. Этот закон позитивный, но, к сожалению, к сожалению, российская традиция, как-то быстро мы пробежали, и он, конечно, недоработан. Я считаю, вот надо в сфере жилищно-коммунального хозяйства начать работать над этим законом, его шлифовать. В чем заключается шлифовка? Вот на мой взгляд, на мой взгляд, как должна работать система капитального ремонта жилья. Я считаю, поддержка государства, вот 2013 год, 2014-2015 год, как минимум пятилетка здесь должно присутствовать, и должно присутствовать активно. Я считаю, финансирование капитального ремонта любого многоквартирного дома должно складываться. С федеральных денег, с региональных денег, муниципалитеты, которым очень сложно, там на местах, конечно, в основном у нас муниципальное образование дотационное. До 98% дотационность некоторых там районов и городов. И часть собственник этого жилья. И вот пропорции, вот вопрос стоит. И когда мы делаем заключение, там, юридические службы, и мы готовим законопроект, там, допустим, закон не требует дополнительных финансовых вливаний, дополнительных финансовых средств. Но здесь вот такая схема на сегодняшний момент должна работать. Кто сколько платить, вот задача власти. Кто сколько платить будет. Вот мы не знаем сейчас, к сожалению, мы не знаем. Мы не знаем, какой норматив, какой параметр будет с квадратного метра ляжет нагрузка, там, на собственника квартиры. Не знаем. Ведь с Москвой постоянно на связи. И мы депутаты, кстати, не только наши чиновники краевые, да, взаимодействуют с комитетами, взаимодействуют со своими, там, депутатами, там, по политическим структурам. И вот, понимаете, тут опять отталкиваемся от федеральных денег. Сколько мы получим с федеральных... Мне бы, конечно, хотелось, как депутат, как можно больше взять денег из федерального бюджета. Ведь наш край, это могучий край, мы столько даем денег стране, государству, так что мы имеем право получить вот именно на эту программу, вот именно по этому закону, на эти действия, как можно больше федеральных средств. Мы оттолкнемся, определим так, краевые и муниципальные деньги. Но муниципалитетам тоже надо активно участвовать в этом действии. Нельзя сейчас набросить человека, жителя, вот опять в этот ум, вот нельзя. Когда говорят мне, знаете что, коммунальщики, да что такое, там на 150 рублей подняли воду в месяц, там на 100 стоки, да вот тепло там маленько, там на 170 рублей. И так и набегает, и опять нагрузка набежит. Здесь еще ляжет капитальный ремонт. Поэтому здесь надо тщательно подойти, раз, и второе, экономику, посмотреть экономику. Если я правильно понял, то перед вашим комитетом будет стоять как раз самая главная задача, это в этом сезоне, в начале этого сезона, уже распределить, какие средства будет платить федерация, какие будет регион, какие муниципалитеты, сколько в конце концов лежит на плече горожан. Да, чтобы человек понимал. Так что человеку надо объяснить с экранов телевизоров, в газетах, на встречах, нужный закон, ваше благо, мы вас не бросим на этом этапе. Я готов как депутат, допустим, эту тему двигать и объяснять людям, что и как будет работать. Еще одна сфера деятельности вашего комитета – это поддержка малого и среднего бизнеса. В этом отношении что-то изменится в следующем году? Вы знаете, у нас частный бизнес существует, если я не ошибаюсь, там, наверное, с 86-го года, с 1686-го года. Там, кооперативы у нас первые пошли, частные и малые предприятия, индивидуальные предприятия, потом пошли в общество ограниченной ответственности. И в недалеком прошлом начинал бизнес там в 88-м году. В 91-м году создал частное и малое предприятие, тогда организационно-правовая форма была, в Советском Союзе еще, да. И вы знаете, я прихожу регистрироваться в налоговую инспекцию, и мне дают формуляр, что у вас льгота 2 года на налог на прибыль. Он тогда был идиный, не было ни НДС, ни прочих-прочих-прочих. Подоходный налог, налог на прибыль. 25% от прибыли. Зачем было скрывать эти налоги? И за 2 года предприниматель должен работать в напряг. Например, за 2 года этот человек, предприниматель, должен поставить в свое предприятие 2 года достаточно, считай, для того, чтобы плавно перейти на общую полную систему налогобложения. Вот такую вещь надо делать. Такую надо вещь делать. В последнее время как раз и говорят о том, чтобы дать налоговые льготы предпринимателям как раз на 2 года, для того, чтобы они могли встать на ноги, на ваш взгляд, насколько это реально. Малый предприниматель к нам приходит и говорит, дайте мне отдушину. Я вот начинаю бизнес. Ну дайте мне пару лет, я буду платить какой-то минимум налогов. Ну может быть там подоходный налог. Но ведь существует краевая программа поддержки малого и среднего бизнеса. Она существует. Она существует. Если мы в очередной раз не обратим внимания реальное на малое предпринимательство, не будет у нас развития общества, не будет развития экономики. Реальная помощь, реальная помощь. Это налоговые каникулы. Вот давайте, тем более ступили вы того, ведь страдает там, мы говорим, сельское хозяйство. Да любой предприниматель что-то выпускающий, да, или что-то хотящий выпускать. Вы знаете, приходят люди и говорят, мы хотим сделать то-то, вот какие-то тут новые коллекторы, вот какие-то тут новые товары народного потребления, да. Но льготы нет, не получается. Своих средств не хватает, не получается. Кредиты дорогие. Агентство создаем, безусловно, шаг вперед. Были микрокредиты, да, там миллион, два. Сейчас программу разработали, нашли банка. И до 150 миллионов уже можно получить. Это вот реальные шаги, реальные шаги. Но чтобы они осуществлялись четко и стабильно. Не один год, а десять. Нужны деньги. Ну вот движение идет. Но я считаю, власть исполнительная должна стабилизировать эту ситуацию в направлении поддержки малого бизнеса. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Да, вам спасибо, приглашайте. Сегодня у нас в гостях был депутат законодательного собрания Костяновского края Михаил Козлов.